Привет, смартфончик Mi Play. Что за зверь и что он себя представляет, имеет ли право на жизнь? Я уверен, что да. Но сейчас посмотрим. Все обсуждают в основном старшие версии. Это младшая и я скажу вам внешне стильная штучка. Они сейчас все настолько похожи, что это вроде бы Redmi Note 7, только поменьше. Тот же вырез, та же переливающаяся панель, те же расположения камер и других элементов. Клон, но только более компактный и с другим железом. 5,84 дюйма диагональ экрана. Это самый компактный смартфон из свежих. Такое впечатление, что он заменил А серию Redmi. Раньше там тоже были поменьше смартфоны и наверное он занял их нишу. Поставляется вот в такой веселой коробочке с надписью Play. Это глобальная версия, а значит для нашего рынка. Внутри конверт с силиконовым чехлом, макулатуркой и скрепкой. Блок зарядки стандартный, сиомишный на 5 вольт, 2 ампера и микро USB шнурок. Телефон довольно таки красивый, современный, с переливающейся задней крышкой. То, что чехол прозрачный, это конечно хорошо, хоть как-то можно будет видеть эту самую крышку. А чехол тут не будет лишним при использовании, ведь смартфон полностью пластиковый. Мы местами будем сравнивать его с Redmi Note 7. Так вот, если взять в руку Redmi Note 7 и этот, то седьмой Redmi более холодит руку стеклянной задней крышкой. Хотя материалы с виду очень похожи и на первый взгляд их очень трудно отличить. Смартфон полностью глянцевый, опять-таки рекомендую чехол. В руке смартфон сидит удобно, что и ожидалось. Микро USB порт на нижнем торце выдает бюджетную родословную данного девайса. И одним из его козырей будет именно цена. Я покупал его на Алиэкспресс, получил и можно подтвердить покупку. А сейчас в этом же магазине цена чуть ниже. И он еще более интересный к покупке. А далее вы узнаете почему. Ссылку где купил добавлю в описании. Гляньте, может еще упала цена. Чем же хорош данный смартфон? Главное, что тут целых 4,64 гигабайт памяти, как вы понимаете. И неплохая камера на 12 плюс 2 мегапикселя. Дисплей у нас Full HD+. А это очень важно, поверьте. Во всех младших моделях используют HD+, экраны. Тут же полноценный Full HD дисплей. И по ощущениям он ничуть не хуже того же экрана, что стоит в Redmi Note 7. И по цвету, и по четкости. В YouTube мы можем выставить 1080p. И я вижу разницу в четкости картинки между HD и Full HD в пользу последнего. Плотность пикселей отличная. И в играх это тоже будет делать картинку более четкой. Интересно, что при просмотре видео из YouTube, картинка автоматически обрезается под выступ камеры. И даже чуть больше почему-то. Видимо, для сохранения правильного соотношения. То же самое и в играх. Тут Xiaomi не понять. В том же Redmi Note 7 под камеру картинка не обрезается. Далее особенность. Лоток под сим-карты тут у нас на 2 сим-карты и карту памяти. Также я заметил, что у него нет инфракрасного порта для управления техникой. Кому важно, имейте в виду. Как только я достал смартфон и произвел первые настройки, ввел защиту отпечатком пальца, заметил, что он срабатывает великолепно. Достаточно быстро разблокируется, только сначала идет звук разблокировки, чуть позже загорается экран. По лицу разблокировать нельзя, тут этой функции я не обнаружил. Попробовал при этом выставлять разные регионы. Смартфон после того, как я достал его, сразу попросил обновиться и успешно обновился до версии MIUI 10.2.3.0. При этом Android у него пока 8, хотя для меня это не принципиально, ведь главная оболочка MIUI. Она функциональна и звук в наушниках настраивать легко и баланс белого. Процессор тут стоит Mediatek Helio P35 и я сразу скажу о стереотипах, мол только Snapdragon должен стоять. Мне например фиолетово что там за проц, главное чтобы он справлялся со своими задачами. Интерфейс не тормозит, местами проскакивают иногда микрофризы, но я замечал их и на более дорогих смартфонах от Xiaomi со Snapdragon, это у них норма. Он не такой шустрый как например Snapdragon 660, но очень даже достойно работает с 4 гигабайтами ОЗУ. Тестил в двух тяжелых игрушках, запустил сначала танки на максимальных настройках и понял что ему это не по зубам. FPS довольно низкий, в районе 35 кадров, но когда я поставил среднее, вот уже совсем другое дело, вполне можно играть. Напомню что тут Full HD экран и среднее в танках, это вполне нормально. Игра PUBG сама анализирует железо и предлагает настройки и по умолчанию выставляет низкие, хотя потом в настройках можно поставить и средние. В другие игры тоже можно легко играть. Данный проц более мощный чем Snapdragon 625 и чуть ниже Snapdragon 636, так что я не буду ругать это железо. Меня устраивает, а чисто под игры люди берут совсем другой ценовой категории гаджеты. И вы сюда зашли не за этим. Скорее всего вы ищете компактный и недорогой смартфон с достойным экраном, это уже про него. Звук. Сразу отмечу отличный основной динамик. Звучит немного по другому например чем Redmi Note 7, но качественно. Тоже скажу и про разговорный динамик. В наушниках если это вкладыши, звука хватает, но я пробовал и побольше наушники. И у них уже хотелось бы погромче. Установка других регионов ничего не меняет. Камеры. 12 плюс 2 мегапикселя. Сенсор тут установлен от Sony. АМХ 486, точно такой же как использовался в Redmi 6. В хорошем освещении как видно камера вполне хорошо справляется. Также конечно можно делать фото в портретном режиме. Для этого тут установлен дополнительный модуль на 2 мегапикселя. В плохом освещении конечно же результат похуже, но на свои деньги тянет. Фронталка на 8 мегапикселей справляется тоже неплохо. И в ней также доступен портретный режим. Видео снимает Full HD 30 кадров с электронной стабилизацией. Проверка съемки видео на смартфон Xiaomi Mi Play. Full HD 30 кадров его потолок. Электронная стабилизация присутствует. Динамический диапазон в пределах нормы, но понятно, что он не очень большой, потому что модуль все-таки бюджетный. В итоге камера не выдающаяся, но довольно-таки неплохая, как для стоимости аппарата. Батареи. 3000 мА. За 30 минут воспроизведения видео с YouTube по Wi-Fi на яркости 75%, заряд уменьшился на 6%. Игры уже чуть больше расходуют заряд, минус 8-9% за полчаса игры. Это вполне средние показатели. Быстрой зарядки нет. За полчаса телефон набрал из 3% до 35%. За час 68%. Полностью смартфон зарядился за час 42%. Я могу сказать, что 3000 мА в данном смартфоне не рекордный показатель, но на целый день среднего использования хватит, учитывая меньший экран и энергоэффективный процессор. На ночь, конечно же, нужно будет ставить на зарядку. Ну что же, главный конкурент данного смартфона на сегодня Redmi 7. На канале есть обзор, можете посмотреть, но они разные. У 7-ки хоть и Snapdragon, но он немного будет уступать по производительности Helio P35. 7-ка больше, так как дисплей больше и компактным уже его не назовешь, в сравнении с Mi Play. Также главным достоинством Mi Play в сравнении с Redmi 7, это, конечно же, Full HD дисплей против HD у 7-ки. И память 3.32 против 4.64 у Mi Play. Это серьезный аргумент доплатить 10 долларов до Mi Play. Так что, друзья, я могу сказать, что сейчас его цена позволяет задуматься о его покупке. Я оценил. Главный недостаток лично для меня это пластиковый корпус. Конечно же, как и у всех за эту цену отсутствие NFC и micro USB вход. Но что поделаешь, если сейчас такие тренды. И нужен чехол для сохранения вида. Он и вправду красивый. И кто отдает предпочтение недорогим компактам, думаю, не пожалеет о покупке. В целом, стоящий аппарат за свои деньги, который начинает замечать по мере снижения цены. Ссылка где купить в описании. А с вами был Андрей, канал Smart Plus. Не забывайте о подписке и ставьте лайк, если вам чем-то помог данный обзор. Всем пока, друзья.